Так, пробуем рис. Какое оно было на вкус, я скажу немножечко попозже. Нашим же оружием. Пришла черга Игоря. Будь ласка. Классно. Класс? Ну, видите. Мне подобно. Микола, за сколько запродать можешь? Это бесценно. Супер. Но вам, Игорь, счет принесут, не переживайте. Я понял. Классно. Какой ты многословный. Спасибо, Игорь. Я подниму, скажу. Аня, ваша очередь. Моя? Конечно. Вот одинокая креветка чертовски хороша. Сейчас вам придется говорить о блюде Николая, Анна, да? Да. Я знаю, что вы, если я не ошибаюсь, будете работать в ресторане у Николая, да? Неизвестно. Пока. Теперь да. Еще неизвестно. Послушаем. Все на камерах, вы обещали. На камеру. Приятный хруст. Вы сейчас про зарплату, Аня? Или про блюда? Это уже хабар. Понимаете, как хотите. Приятный хруст. И кажется... Ну, вот вы знаете... Анна теряет работу. Анна устраивается в ларюк. Анна уже потеряла работу. Анна, мы берем у вас на работу, але, вы бачите, вас звільнен. Вы знаете, а вот одинокие креветки, они какие-то... Слаще. Одиночество всегда слаще. Все, пойду-ка я подумаю. А что нам скажи бог-то? Анфиса, начнем с вашего блюда. Не, Анфиса, они над нами издеваются. Ты это видишь? Скажите, как называется... Карма-карма. ...ваше блюдо? Я уже говорила, Богдан. Одинокая креветка. Одинокая креветка. На краю у пропасти. Ну что ж, попробуем вашу одинокую креветку. На вкус неплохо. Но ваша презентация... Мне не очень нравится. Почему? Мне тоже, Богдан. Но это жизнь. Это не презентация, это жизнь. Это вся наша жизнь. Это наша жизнь. А почему немножко креветка горчит? Горчит? Ну, вы знаете, неплохо. Спасибо, Богдан. Жалко, что вы нам так ничего и не сказали. Присаживайтесь. Светлана, нам интересно, как вы уцены эти сестра вы. Я начну с Анфисы. Вот сразу видно, человек, который не любит, когда жадничает, и с широкой душой. Я люблю, когда много креветок. А я не пожалела ничего на этом блюде. И она и грибочки положила, которые я тоже очень люблю. Я тоже грибная душа. И морковочку. Которую мне Света посоветовала положить, скажу вам сейчас. Ну, тем не менее, для себя аж посоветовала. Так, давайте начнем с тортика. Вот меня пугает, когда люди нюхают еду перед тем, как ее есть. Не доверяют. Я у Николая научилась. Дима, я же вам скажу, что такие жесты достойны первого мастер-шефа Украины. Это очень хорошо, когда она нюхает перед куштуванием. Я в детстве только мороженое нюхал. И то перестраховывался. И занимался макраме. Спасибо за грибочек, огромное. Вкусно ли вам? Очень вкусно. Сейчас я попробую вот эту одинокую креветочку. Очень вкусно. Николай. Микола Чекея не дочекается цього моменту. Здравствуйте. Тук-тук-тук. Можно войти? Я, наверное, что-то не понимаю, но входите. Соуса пожалели. Сохранял баланс вкуса, Светлана. А это так называется, да? Да. Простите. А креветочки вкусные. Спасибо. Вам понравилось? Да. Ну что ж, судьи попробовали блюда наших звездных участников. Это значит, что прямо сейчас они готовы вынести последний в этом году вердикт. Готовы? Игорь, начнем с вас. Кому вы отдаёте свой голос? Мне сподобалось обе два блюда. Невнимательно. Кого-то вы мне напоминаете, Богдан. Продолжайте. И вроде бы вы всё делали хорошо. Но есть один момент. Мне кажется, что вы где-то летали в облаках. Одну левую готовила, да? Может, вы влюбились в Анфису? СМЕХ Теперь к вам, Николай. Вы знаете, мне понравилась ваша презентация. Если бы я был на месте Эктора, я бы сказал, что ваша презентация – эспектакулянте. СМЕХ Я скажу там на борцовском языке вот так вот. Ипон. 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 Показывайте в Азаре. Ну да. Ипон. Ипон. Это вы сейчас на каком языке я не разговариваете? Ипон – это значит полная победа, по-моему, да, на борцовском? Да. Да. Так и есть, значит, пока один-один. Спасибо огромное. Положили вы меня на лопатки, Николай, как и давно мечтали. Нет, нет, я вам хочу напомнить, еще три судьи у нас есть. Есть слово «Аня». Несмотря на такую экстравагантную презентацию Анфиса, мне понравился вкус и история вот той самой свободной жирокой креветки, которая оказалась очень вкусной, и мне очень понравилась. Я не буду долго говорить. Единственное, Николай, ну я не знаю почему, но она горчила. Ну честно, я не виновата. И корочка очень… ну такая, ну через чур. Поэтому, сори, я… Хотите, списывайте это на женскую солидарность. Ну, мой голос вам. О, ну… Добре, у нас есть две голоси за Анфису и один голос за Миколу. Сейчас может статися что завгодно. Володю, каким будет ваш вердикт? Я скажу, презентация Николая мне понравилась, и сочетание креветки с этим соусом было превосходно. Я отдаю свой голос вам, Николай. Опа! Мужская солидарность. 2-2! 2-2, и это значит? Ничья. Ничья? Это значит ничья, если мы сейчас избавимся от победительницы шоу-мастер-шеф. Тогда у нас будет ничья. Но мы этого не сделаем. Светлана. Ну, что я хочу сказать. У Анфисы было очень вкусно. Мне очень понравилось то, что вы положили туда немного больше соуса, чем Николай, и грибочек. Это был большой плюс, большое вам спасибо. Николай, несмотря на то, что сказала Анна, вот эта корочка, она меня очень порадовала. И мне ваши креветки абсолютно не горчили, и очень понравились. Очень тяжелый выбор между вами двоими. Но будем говорить так, ваше блюдо разрушило презентацию. Я отдаю свой голос Николаю. А вот так вот у нас случилось. Ты меня услышал. Николай, не зря вы свету растили. Я вас услышал. И ты меня услышал. Я услышал, конечно. Случилось так, что пятерка судей сегодня отдала победу Николаю. С чем мы его и поздравляем. Наши участники важко працювали. И теперь пришел час показать им, как эта стрема могла выглядеть на самом деле. Секундочку. Николай, Анфиса, у вас есть уникальная возможность попробовать его. Пока мы его попробуем, Анфиса, знаете что? Это я взял специально для вас, а это взял для себя. Для того, чтобы вы мне вот здесь оставили свой автограф на память. Вот здесь, в области сердца. Вы хотите белые фартуки перекрасить в черные? Я просто отсюда не очень вижу. Вот вам автограф в области сердца. Николай, я не хочу в области сердца. В области мукаса, Анфиса. Так, пара чакра. Сидите в печенках, Николай. Как вы на другую прайк майтите? Что вы мне там рисуете? Это кто? Это кто? Это все, что вы умеете рисовать? Николай, вы решили отрастить волосы длинные? А вы не будете против, если я из-за вас попробую за себя? О, супер. Хорошо. Кушайте, Николай, за двоих. Продолжайте, Анфиса. Николай, вам нравится? Да. Ну, тогда возвращайтесь, пожалуйста, за стол. Ну что ж, мы определили сегодня победителя, вернее, наши судьи определили победителя, но нам не хочется отпускать вас вот в эти предновогодние праздники просто так, потому что у нас есть для вас подарки. Подарки от торговой барки Кенвуд. Николай, вам достается, вам мясорубка, а вам соковыжималка. Вот так вы решили, держите. Я уверен, что вы понимаете, что у вас в руках настоящая удача. Класс в гостях. Да, вы сами прекрасно знаете, кто у нас сегодня был в гостях. Давайте поаплодируем. Еще раз поздравим с окончанием шоу «Мастер-шеф». Вот. Ну и, конечно, с наступающим Новым годом вас. Пускай все будет хорошо. Спонсор программы – торговая марка Кенвуд. Непревзойденная мощность, британский дизайн. Ну что, мне кажется, по шоу сегодня получилось интересным. Надо отметить, что вот им мы заканчиваем сезон. Сезон пошел. И я уверен, что уже через пару дней вся страна, конечно же, не будет готовить изысканное блюдо. Мы все все равно по традиции будем готовить тазики оливье, тазики шубы, мясо по-французски. Но в любом случае всех нас ожидает кухонная баталия, но уже у каждого у себя дома. Шуба. Шуба, меховая. Вот. Но я уверен, что в следующем году мы вновь с вами обязательно встретимся. Я прав? Claro, claro. Правда-правда. И, безусловно, как мы и сказали, сегодняшняя программа стала непередбаченою даже для нас самих. Сподіваюсь, для вас она стала еще больше непередбаченою. Мы были рады встречаться с вами протягом каждого по-шоу. Сподіваюсь, незабаром мы снова увидимся. Дуже вам дякую. Счастливого Нового Рока. И на добрый ночь. С наступающим Новым Родом. Пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok